добрый день дорогие друзья добро пожаловать ко мне на кухню сегодня я хочу приготовить холодный суп окрошку в эти летние жаркие дни нам конечно она будет как раз конечно же окрошку готовят все я не могу сказать ничего нового единственное я хочу заправить по-своему и показать чем я заправляю свою окрошку я уверена что многим понравится и использует этот рецепт так как я показывала как я готовлю сыр из сыра там творог на дуле после творога остается сыворотка то я использую их во многих целях например там замешивание теста или там блины и делать и конечно я вот эту сыворотку храню холодильнике и заправляю окрошку всю сыворотку я конечно не могу сохранить последний раз принесли мне 20 литров молока оттуда получилось 2 килограмма сыра и примерно где-то 15 16 литров сыворотки ну куда все конечно все мне не нужно но я разливаю по нескольким бутылкам и оставляю в холодильнике для каких-то других целей окрошку буду заправлять не только сывороткой но и мацони мацони приготовлю тоже из такого же молока коровьего которую принесли наконец-то после карантина карантин еще действует но уже не в таком строгом порядке можем уже выезжать более свободно и самим ездить на ферму и привозить молоко я приготовила вот такой вот мацони вчера я его заквасила очень густой покажу как говорится режется ножом вот такие вот такие хорошие куски и конечно его я буду разбавлять сывороткой и для кваса она сойдет как раз как и нужно макрошку как и все я тоже буду использовать одинаковые ингредиенты такие как редиска несколько штук отварной картофель он уже все уже охладилась яйца отварные можно использовать конечно колбасу но я сварила мясо очень хорошо сваренный как раньше делали в тушенку вот так очень сильно разваренный 2 огурчика укропа побольше и зеленый лук а мацони с сывороткой это уже в конце я буду заправлять все это ну и конечно соль это уже по вкусу но я сейчас временно отложу мацони и сыворотку и начну резать вареные овощи будем резать кубиками не очень большими как хотите я буду резать примерно по сантиметру кубик ну вот так вот примерно конечно все режут как хотят сами когда продавалась хорошая докторская колбаса конечно лучше нее что можно туда добавить но сейчас где такой найдешь в любом случае здесь никак количество ингредиентов конечно уже по-своему кому что больше нравится например больше картошки там или больше редиса это уже это уже делайте по своему первый раз окрошку я попробовала когда я училась в институте моя хозяйка делала я училась в воронеже инженерно-строительный институт то время очень мало грузина была нашем институте и мало кому верилось что я грузинка ну тогда я конечно более четко говорила на русском языке но сейчас так и вот моя хозяйка помимо того что я у него комнату снимала и платила за комнату она всегда меня ругала что я плохо питаюсь что я только на картошке на каких-то быстрых закусках и вот я и доплачивала 10 рублей 25 оплатила за квартиру за комнату и 10 за за еду и она меня как бы насильно кормила все-таки молодая не хочет много кушать как и все девочки вот такая и вот первый раз я поела окрошку так вкусно она приготовила квас она делала сама я думала что это что-то невкусное будет но когда она дала мне попробовать это было что-то не очень понравилось так продолжаем резать огурцы тоже порезала конечно можно было и почистить но огурцы свежие и кожу ранее не грубая сейчас порежем редиску вот когда делаю видео и мне пишут приятные комментарии людям нравится что я готовлю это прямо меня воодушевляет и мне хочется готовить еще лучше оказалось что меня смотрят не только взрослые дяди и тети оказывается у меня есть постоянная зрительница ей 4 годика у нее такое красивое имя соломия мне написал ее папа и сказал что когда смотрит новое видео прямо не дождется когда будет следующее и вот она очень хотела меня видеть в живьем мы с ней созвонились она пока стеснялась но потом начала мне рассказывать там про братика у нее маленький братик показывает своих там игрушки и говорит что я помогаю папе готовить они мне показывают там видео мне прислали она то там что-то взбивает то пиццу делает а там крем взбивает с фартуки с этим колпачком и вот она ждет новое видео соломейка привет обними своего братика тоже потом помогай своему папе потому что без тебя у него вкусно не получается при диску тоже порезала сейчас порежем мясо тоже такими кусочками я мясо варила с лавромом листом и черный перец горошек и очень ароматный получается так сейчас порежем яйца я не отделяю и режу все и желтки и белки а больше всего мне в салатах нравится укроп и зеленый лук яйца тоже порезала добавляем в общую миску сейчас порежем укроп укропа много один большой пучок режу мелко посыпаем укроп и сейчас финальный режем лук всегда хочется мелкий лук но не приносят нету такого даже магазинах такой не найдешь что кого-то крупные головки а зеленую часть они выкидывают заказываем именно отдельно магазинах нету засыпаем лук все овощи и мясо порезала я яйца свежую зелень и редиску все я порезала все здесь находится сейчас я буду разбавлять мацони с сывороткой но когда у меня сыворотки нету мацони разбавляю кипяченой охлажденной водой потому что это очень густая и получится каша ее надо разбавить как вот в турции делают айран вот так вот в таком состоянии переложу мацони вот этот кушин если получится больше количество ничего доедем завтра вот например столько и начну добавлять сыворотку эти тут еще и творог есть смешаю чтобы легко вылилась сыворотка к все начиная сейчас перемешивать ну и смотреть какая вам нужна консистенция вот ну я хочу сделать как жидкая сметана сейчас сюда же добавлю соль чтобы везде потом попалась лучше жидкая попробую конечно потом на вкус если надо будет добавлю сыворотка после того как я рикотту сварила и процедила конечно я ее еще хорошенько прокипятила и потом залила бутылки все здесь уже очень хорошее состояние посмотрим ложкой эти не густая и не жидкая этого достаточно сейчас буду заливать осторожно я лучше перелью в другую большую миску это намного шире и легче буду потом будет вымешивать его осторожно и как раз смешается все хорошо перелила в другую миску и будем заливать уже вкусной заливкой супер сейчас хорошенько вымешаю осторожно как я люблю окрошку сейчас сезон госпачо испанского и окрошки много салатов и гаспачо тоже можете посмотреть холодный томатный суп испанское блюдо очень интересный вкусный рецепт уже хорошо перемешалось муж попробовал и соли достаточно все можно поставить холодильник настаиваться хотя бы на полчаса но кто будет ждать а сейчас самое главное вы бы знали куда я буду это заливать вот такую супер посуду прошлом году муж ездил по работе санкт-петербург и москву я ему сказала без хохломы домой не возвращайся но сдержал слова конечно и привез вот такую красоту все я сейчас перелью как бы в общую кастрюльку это как для для добавки какие ароматы вкусные ароматы как можно не любить окрошку а если вообще с настоящим квасом это что-то так а сейчас буду порционную залью во все четыре вот такие ложки у меня красота я люблю ими борщ кушать мне осталось самовар купить и у меня будет целый набор все я разлила порционные вот эти тарелочки сейчас будем оформлять порежу тонко и хочу сделать такой цветочек сделаем цветочек из редиски и и и и и и и Вот так засыпем хаотично лучок. Ну на это все. Мое видео закончилось. Я сегодня приготовила вкуснейшую окрошку. Окрошка, рожденная на просторах Волги, дошла до Мадрида. И в Мадриде она у меня вот в такой красивой посуде. В эти жаркие дни это очень полезно. Здесь очень много витаминов и полезно для нас. У меня тут еще матрешки. Я, конечно, все не открыла, тут еще много деток. Так что я очень рада, что я могу украсить свой стол не только вкусным блюдом, но и вот такой соответствующей посудой. Ну на этом я с вами временно хочу попрощаться. Очень жарко, хочется на балкон и хочется немного прохладиться. Видите, туку даже не заходит. Дорогие друзья, кто не подписывался, подпишитесь, ставьте лайки, пишите комментарии, я всем отвечаю. Делитесь со своими друзьями и до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»!